Согласитесь, обидно, выставив стоп-лосс, наблюдать за тем, как цена его цепляет, а потом тут же разворачивается и праздник продолжается, но уже без вас. Как этого избегать, об этом сегодня и поговорим. Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембитов. В первой части расскажу о самых распространенных ошибках при определении места для стоп-лосса, которые чаще всего бьют по счету. Во второй части будет тест, пройдя который научитесь избегать ошибок при выставлении стопа. Примеры организованы от простого к сложному. Кто хочет больше узнать о Price Action, загляните на YouTube канал Адмирал Маркетс, там вы найдете много материалов в свободном доступе, которые раскроют малоизвестные секреты и приведут вас к прибыльному трейдингу. Это видео сделано по онлайн-вебинару, но ролик всегда запаздывает. Кто хочет первым знакомиться с материалами и в реальном времени разбирать примеры, присоединяйтесь к нам. Вебинары проходят раз в две недели по вечерам в четверг. Ссылка для регистрации в описании. Эту презентацию можно скачать без регистрации из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Ссылка в описании. В группе много материалов по трейдингу в свободном доступе. Прежде чем перейдем к первой ошибке, давайте сразу договоримся. Стопы ставить нужно. Почему? Все очень просто. Когда мы покупаем или продаем в расчете на движение цены в нашу сторону, но не ограничиваем убыток, то берем на себя риск потери всего счета. Это в особенности относится к входу против тренды. Когда входите в сделку, а потом цена цепляет ваш стоп и идет в нужную сторону, можно ошибочно решить, что все дело в отступе. То есть если бы вы взяли отступ чуть больше, то убытка не было бы и сделка была бы в плюсе. Это и есть первая и очень опасная ошибка при выставлении стопа. Почему опасная? Дело в том, что эта ошибка стоит на первом месте по убийству депозита. Вы спросите, что же сделать? Маленький стоп выбивает из прибыльной сделки, а большой убивает счет. Решение есть, и оно кроется в избегании второй ошибки. Сейчас ее разберем. Допустим, вы скажете профессиональному трейдеру, что в сделке сделали 1000 пунктов и попросите оценить, хорошая это сделка или нет. Но ответа не получите, потому что профи захочет уточнить, чем вы рисковали. Чтобы оценить сделку, необходимо учитывать соотношение прибыли к риску. Хорошая сделка начинается тогда, когда потерять можно в два раза меньше, чем заработать. Думаете, непонятно, почему именно два, а не три или полтора? Давайте разбираться. Для этого проведем мысленный эксперимент. Пусть у нас есть мешок, в котором поровну зеленых и красных шаров. Достаете красный шар, теряете 1 доллар. Если вытаскиваете зеленый, получаете 3 доллара. За каждое действие платите комиссию 10 центов. Несложные подсчеты позволяют увидеть, что в этой ситуации мы зарабатываем 90 долларов, при том, что достаем все шары. Немного изменим эксперимент. Количество шаров и их пропорция та же, но за каждый зеленый шар получаем 1 доллар и комиссия не меняется. Посчитаем. Теперь получается, что при новых условиях теряем 10 долларов. Главный вывод из этого такой. Ключевой параметр в прибыльной торговле соотношение прибыли к риску сделки. Поэтому, если вы увеличиваете риск, то это надо делать с учетом соотношения прибыли к убытку. Детально об этом расскажу сразу после теста. Теперь представим, что в мешке 40 прибыльных шаров и 60 убыточных. Рассчитаем, какую минимальную прибыль при текущей комиссии мы должны получать, чтобы не терять. Запишем расходную часть. 60 убыточных на минус 1 плюс комиссия получается минус 70. Для минимального плюса надо заработать 10 долларов. Получается, что на оставшиеся 40 шаров нужно получить 80 долларов. 80 делим на 40, получаем 2. Таким образом, чтобы не терять при 40 плюсовых сделках из 100, нужно, чтобы прибыль в каждой сделке была как минимум в 2 раза больше риска. На примере видно, как зная процент положительных сделок и комиссию, можно рассчитать ваше личное минимальное соотношение прибыли к риску, обеспечивающее защиту от убытков. И пока вы не научитесь самостоятельно быстро, без подсказки его рассчитывать, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк. Третью группу ошибок я назвал произвольный стоп. Произвольный, то есть взятый случайно без привязки к текущей рыночной ситуации. Например, это может быть риск, рассчитанный от процента депозита. Для рынка сумма вашего счета – случайное число. Рынок не знает о сумме на вашем счету, поэтому выставляя таким образом стоп, вы его ставите случайно. Также неверно выставлять стоп, исходя из других жестких параметров, не учитывая график. А сейчас, чтобы закрепить материал, предлагаю пройти тест. Примеры идут от простого к сложному, попробуйте продержаться до конца теста без единой ошибки. Тест будет немного сложнее, чем обычно. Сегодня нужно ответить на два вопроса. Первый – какую сделку открыли, лонг или шорт? И второй – где поставили стоп-лосс? Для того, чтобы ответить на первый вопрос, нужно разобраться, какой на графике тренд и увидеть паттерн. А потом, исходя из этого, выбрать, где разумно поставить стоп. Готовы? Начали! Первый пример – обычный вариант отката на тренде. Зеленая линия – место, где можно разместить агрессивный стоп, а красная – консервативный. Второй пример. Задача та же – определите, какую открыли сделку и где выставили стоп. Если увидели восходящий тренд и флаг, то выбрать место для стоп-заявки было уже делом техники. Кто хочет больше узнать про паттерн флаг, посмотрите видео. Фигура флаг – полное руководство. Ссылка на него будет в описании. Синяя линия – агрессивный стоп, зеленая – консервативный. Третий пример. Подумайте и скажите, в такой ситуации во время торговли вы вошли бы в покупку или продажу, а самое главное, почему и где поставили стоп? Увидели уровень и нисходящее движение? Если да, то и стоп поставили верно. Синяя линия – агрессивный стоп, зеленая – консервативный. Пример 4. Когда в подобной ситуации вы открываете сделку, это обычно бывает лонг или шорт? Поставьте видео на паузу и напишите комментарий, а потом проверим результат. Здесь для правильной оценки ситуации полезно увидеть сформированный под уровнем треугольник. О том, за счет чего формируется треугольник, как его определяет на графике и где входить, смотрите мой вебинар «Фигура треугольник – полное руководство» по ссылке в описании. Пример 5. Какую сделку в данном случае открыли и где поставили стоп? Если увидели паттерн откат, то легко поняли, где поставить стоп. Тому, кто регулярно теряет, входя на откат, я рекомендую посмотреть мое видео «Три главных ошибки при входе на откат». Ссылка будет в описании. Шестой пример. Скажите, какую сделку открыли и где поставили стоп? В данном случае над поддержкой сформировался треугольник, после чего был откат на нисходящем тренде. Если учитывать откат, то агрессивный стоп будет за уровнем «Синяя линия». Если брать в расчет треугольник, то стоп можно поставить там, где зеленая линия. Пример 7. Примеры становятся сложнее, так что не спешите и скажите, откройте длинную или короткую сделку и где лучше всего выставить стоп-лосс. В этом примере для правильного ответа нужно было увидеть треугольник. Если увидели, то вход из стопы поставили верно. Если треугольник вызывает у вас сложности, напишите комментарий, указав почту, и я вышлю методичку с подробными инструкциями и примерами по паттерну. Пример 8. Как думаете, какую сделку здесь правильнее открыть? Long или Short? А где разместите стоп? В нашем случае, когда цена пробила красный уровень, подтвердился тренд вверх. После чего сформировался уровень нового максимума. На графике он показан зеленым цветом. Откат к этому уровню дал возможность входа. Все строго по технике. Синим цветом я показал агрессивный стоп. Напишите, где поставили бы консервативный стоп-лосс. Пример 9. Скажите, какую сделку открыли и какой выбрали стоп? Восходящее движение. Вход на откате в покупку. Стоп-лосс либо под уровнем, либо под ближайшим минимумом. Пример 10. Посмотрите и определите, какую сделку открыть и где разместить стоп. В данном случае цена сформировала треугольник с поджатием к горизонтальному уровню. Консервативный стоп размещаем там, где синяя линия. До того, как подведем итоги теста, покажу, как можно увеличивать риск, не убивая депозит. Прежде чем войти в сделку, оцените потенциал ее прибыли. Как это сделать? Нужно посчитать, сколько пунктов до ближайшего уровня в направлении сделки. Для примера, пусть в сделке до ближайшего уровня будет 50 пунктов. Это значит, что наш стоп не может быть больше 25 пунктов. Меньше можно, больше нельзя. Тогда нарушается принцип управления риском. Если принцип понятен, предлагаю закрепить его на примере. У нас есть красный уровень, к которому цена откатилась. Тенденция нисходящая, поэтому открываем короткую сделку. Отмечаем уровень, который может остановить цену и оцениваем, сколько пунктов от входа до зеленого уровня. Делим потенциал прибыли на 2 и получаем максимальный риск в пунктах, допустимые в этой сделке. Все изменения стоп-лосса в этих рамках допустимы. Как видите, цена действительно была приостановлена зеленым уровнем. Могла ли она развернуться и пойти вверх от зеленого уровня? Конечно, могла. Но в этом случае, благодаря правилам, вы закрыли бы часть позиций на зеленом уровне. И сделка все равно была бы в плюсе. Пока вы не научитесь самостоятельно быстро пользоваться этими принципами, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк. На канале Admiral Markets, помимо моих роликов, есть уникальные живые уроки с легендарным трейдером доктором Элдером. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие видео. А сейчас подведем итоги теста. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если набрали 4 балла или меньше, тест не прошли. От 5 до 8 средний результат лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат. Если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите удалось ли пройти тест с первого раза, подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!